Десять негритят Художественный двухсерийный фильм Станислава Говорухина по одноименному роману Агаты Кристи Этот фильм уникален тем, что в отличие от ранних британских и американских экранизаций здесь сохранено исходное название романа Агаты Кристи, под которым он выходил при ее жизни Впоследствии название было заменено из соображений политкорректности Дело в том, что пьесу на основе этой книги писательница назвала и никого не стала А негритята в тексте были заменены на «маленьких индейцев» Экранизация сохранила пессимистический характер Концовки романа не были изменены ни персонажи, ни их прошлое Фильм никогда не был официально издан в США Однако доступны диски в формате NTSC с английскими субтитрами Сюжет Несколько человек, никогда ранее не встречавшихся друг с другом, приезжают на уединенный негритянский остров Среди них отставной военный врач, учительница, полицейские, судья, пожилая леди, люди из самых разных слоев общества Большинство приехало по приглашению, присланному от имени не особенно близкого знакомого, причем во всех случаях инициалы пригласившего А.Н. А фамилия Уэн Приехав, они с удивлением обнаруживают, что хозяина, приславшего приглашение, на острове нет А в доме хозяйничают слуги, не имеющие представления, кто их нанял Из-за испортившейся погоды связь с материком прерывается Лодка, привезшая их, не возвращается Приехавшая размещается в доме, решая ждать, пока ситуация не прояснится На первом же совместном обеде начинается необъяснимое Вдруг незнакомый голос стал зачитывать обвинение, по которому каждый из присутствующих обвиняется в убийстве одного или нескольких людей, которые он, по словам говорящего, совершил в прошлом Оказывается, это говорил граммофон, установленный за шторой, а обращение записано на пластинку, имеющую странное название «Лебединая песня» Пластинку поставил слуга Согласно письменным инструкциям нанимателя, слуги муж и жена тоже находятся в числе обвиняемых Все потрясены, никто, кроме капитана Филиппа Ломбарда, не хочет признавать, что сказанное о нем правда, но осведомленность неизвестного поражает Затем один из гостей, Марстон, выпив виски, падает мертвым Очевидно, напиток отравлен Через некоторое время обнаруживается, что из стоящих на подносе десяти фигурок негритят одна пропала Гости вспоминают, что во всех спальнях дома на стене висит табличка с детской ситалочкой про десять негритят, которые по одному погибают различным образом и понимают, что фамилия и инициалы пригласившего их на остров человека А. Н. Уэн Не что иное, как Англ Юнгнаун Первый снегритят, согласно тексту считалочки, должен был поперхнуться Через некоторое время погибает миссис Роджерс, затем генерал Маккартор Каждый следующий умирает смертью, которая соответствует очередной строчке из ситалки После каждой смерти с подноса пропадает еще одна фигурка Никаких сомнений быть не может На острове действует маньяк, решивший уничтожить приглашенных Попытка обыскать остров ни к чему не приводит Гостям становится ясно, что убийца один из них Взаимные подозрения нарастают по мере того, как умирают люди Постепенно выясняется, что все высказанные обвинения правда Каждый из заманенных на остров виновен в смерти по крайней мере одного человека и ранее не понес за это наказание Никто из них так и не узнал, кто истинный убийца Кроме самого убийцы, судью Аргреева Решившего свершить истинное правосудие, в том числе и над самим собой И совершившего его по точно задуманному плану На лицензионном DVD фильм выпустила фирма CP Digital в ролях Владимир Зельдин Судья Лоуренс Уаргрейв Татьяна Друбич Вера Клейтерн Александр Кайдановский Филипп Ломбард Алексей Жарков Уильям Генри Блор Анатолий Ромашин Доктор Эдвард Армстронг Людмила Максакова Мисс Эмили Брент Алексей Золотницкий Мистер Томас Роджерс Михаил Глузский Генерал Джон Макартор Ирина Терещенко Миссис Этель Роджерс Александр Абдулов Энтони Марстон Федор Деноков Фред Нарракот Игорь Ясулович Голос на пластинке Съемочная группа Автор сценарии И режиссер Станислав Говорухин Оператор Геннадий Ингстрем Художник Валентин Гидулянов Композитор Николай Карндоров Звукорежиссер Иосиф Гольдман Костюмы Наталья Харнес Отступление от романа Обвинение Обвинитель На пластинке Не у всех гостей Называет полные имена Не названы имена Генерала Макартура Доктора Армстронга И капитана Ломбарда Также в обвинении Не указаны даты преступлений Совершенных Марстоном Супругами Роджерс И генералом Макартуром Кроме того Обвинитель Только Веру Клейтер Называет полным именем Всех остальных Он называет Либо только по фамилиям Либо неполным именем Жертву доктора Армстронга В фильме зовут Мэри Клинс И она умерла 14 марта 1929 года Книги ее зовут Луиза Мэри Клинс И там она умерла 14 марта 1925 года Обстоятельства смерти Генерала Макартура В фильме Вера Клейтерн Зовет всех К месту убийства генерала В романе же дело обстояло Иначе Гости собрались на обед Отсутствовал только генерал Доктор Армстронг Вызвался привезти его Однако он очень скоро вернулся И сообщил, что генерал мертв Это обстоятельство позволило Вере заподозрить доктора Он мог убить генерала Когда шел позвать его на обед Любовная сцена между Верой и Филиппом Испуганная девушка Приходит полодетой В комнату соседа За защитой и ободрением И тот без особого труда Увлекает ее в постель В романе все постояльцы острова Настолько напуганы Что провели последнюю ночь В одиночестве Забаррикадировав двери Благодаря этой сцене Становится возможным Еще одно отступление От текста романа В романе вновь подброшенный Револьвер обнаруживает сам Ломбард В фильме же Пистолет находит Вера Когда Ломбард Просит ее подать ему Из ящичка ночного столика Спички Сама же любовная сцена Между Ломбардом и Верой Это отсылка к экранизациям Романа 1965-1974 годов Где эта сцена присутствует Правда в более романтической версии Обстоятельства самоубийства Веры Клейтерн В фильме Вера увидев Приготовленную ей петлю Приходит в ужас Падает в истерику И по велению совести Как лично воспринимаемое Ею справедливое наказание Вешается В романе же Вера чувствует На себе взгляд Воскресшего судьи Но думает Что это Хьюго Ее возлюбленный Следит за ней И хочет Чтобы она повесилась Мотивация настоящего убийцы В романе Агаты Кристиан Тешил себя Чеславной мечтой Совершить преступление Которое никто не сумеет раскрыть Кроме того Его с детства Тянуло к убийству В равной степени С чувством справедливости Он не мог допустить Чтобы по его вине Пострадало невинное существо Поэтому у него Возникла мысль о возмездии К тому же он узнал Что смертельно болен И ему осталось прожить Не более года Обвинение в его Собственный адрес Являлось фальшивым И судья предполагает Что этот факт Может способствовать Разгадке произошедшего Десятым осужденным На самом деле Стал Айзек Моррис Торговец с наркотиками Которого судья Он использовал Как посредника В покупке острова И приглашении гостей В фильме Судья Возможно И правда Виновен В несправедливом Приговоре И свое самоубийство Вместе с убийством Остальных девяти Ушедших От правосудия Преступников Рассматривает Как искупление Обстоятельства Самоубийства Судьи В фильме Он сжег Парик и мантию В камине А затем Тут же У камина Застрелился В романе После самоубийства Веру Он перенес К стене Стул На который Вставала Вера Чтобы повеситься Затем Написал Все объясняющую Записку Запечатал В бутылку И бросил В море Затем Лег на свою кровать Обернул руку Платком И застрелился Из пистолета Ломбарда Прицепленного К натянутой резинке С таким расчетом Чтобы после выстрела Когда рука Отпустит пистолет Тот отлетит К двери Далеко от трупа Платок упадет На пол Резинка От удара Слетит с дверной Ручки И повиснет На очках Придавленных телом Убийца знал Что когда обнаружит Трупы Определить Точное время Смерти Будет невозможно В результате По положению Трупы И окружающих Предметов Решат Что он был убит Точно в соответствии С записями Тех Кто остался В живых После его Смерти Таким образом Его участие В дальнейших Событиях Не обнаружится И преступление Останется Нераскрытым Расследование Убийств В фильме Не показано Расследование Происшествия На острове На котором Нашли 10 трупов Не упоминается Что доктор Армстронг Вел дневник По которому Ишло следствие Факты о фильме Фильм снимался В поселке Городского Типа Гаспро На территории Ласточкиного Гнезда Известного Памятника Архитектуры Южного берега Крыма Однако Так как Ласточкино Гнездо Имеет Очень небольшие Размеры Съемки В помещениях Производились В Воронцовском Дворце В начале Фильма Катер с гостями Проплывает Мимо одной Из скал Находящихся В открытом море В акватории Гурзуфа Затем Катер Причаливает К скале Дива В Семиизе Там же Проходили Съемки Лестницы По которой Гости Поднимались К дому На острове Фильм Начинается С кадра Где чья-то Рука Расставляет На серебряном Подносе Фарфоровых Негритят При внимательном Рассмотрении Можно увидеть В отражении Серебряного Подноса Лицо Человека Расставляющего Фигурки Это сам режиссер Фильма Станислав Говорухин Курящий сигару Татьяна Друбич Параллельно Снималась В фильме Аса И не могла Остаться На съемке Финальной Сцены Поэтому Когда судья Входит в комнату И видит Тело Веры В кадре Сняты ноги Одной из Ассистенток Причем Если в момент Убийства Ломбарда На Вере Были черные Чулки То на повесившейся Вере Они телесного Цвета Эмили Брэнд Дважды Произносит Цитаты Из другого Произведения Агаты Кристи Знаменитой Пьесы Мышеловка Первый раз Когда говорит Миссис Роджерс О том Что в доме Завелся жучок И второй раз Когда говорит Вере Клейтер О том Что прошлое Касается ее Ровно настолько Насколько она Сама этого хочет В фильме Не произносится Предпоследний Куплет Считал очки О негритятах В том же переводе Который Использован В картине Он звучит так Двое негритят Легли на санцепеки Один сгорел И вот один Несчастный Одинокий В 1983 году Владимир Зельдан Сыграл в другой экранизации По мотивам романа Агаты Кристи Карман полный ржи